Здравствуйте! Чем могут быть опасны беспорядочные половые связи в прошлой жизни? В прошлой жизни они были, а в этой жизни некие разрушения, так скажем, половой системы имеются. Чем опасны беспорядочные половые связи с энергетической точки зрения? Как это выглядит на тонком плане? Представьте, что вы хотите пить. Человек разумный, прежде чем пить, определяет, что эта вода для него возможна для питья, а она достаточно чистая, достаточно экологически чистая, достаточно вкусная, то есть она приемлемая для использования. То есть сначала эти вещи проверяется, измеряет своими возможностями, но потом использует. Представьте, что вы пьете, как только захотелось пить, вы бежите и начинаете пить. Там из канавы, из унитаза, из раковины, там и там собачку какую-то пописывал. Пить хочется же там. Показалось, что это нормально. Проблема еще в том, что на полевом уровне, во время интимных отношений, мы уже многократно про это говорили, и, в общем-то, не только мы. Когда защитные барьеры между людьми снимаются, а во время интимных отношений держать их практически невозможно, у человека вливается все, что есть в другом человеке. То есть то, что есть хорошее, и то, что есть плохое. Дело в том, что у современного человека очень много всякой грязи. К сожалению, даже у молодых людей, которым 15 лет, живя в городе, люди практически не очищаются, многие даже не занимаются спортом, чистками, йогой, чем-то еще. Их очень много всего висит. При каждом обмене большое количество этой грязи, в том числе, вливается. То есть вы собираетесь с людей все, что на них есть. Чтобы взять, забрать человека лучше, то есть при обмене энергии в отношениях, то есть между вами должен быть хороший высокий резонанс, чтобы это плечение шло, чтобы люди глубоко открывались, и на тонком уровне это в вас входило. То есть чтобы происходил процесс не только... сбора как бы чего-то негативного, но и еще процесс чистки. Тогда, когда у людей интимные отношения, то есть, продолжим, вышел даже на уровень тантры, делать сосудов с одним партнером, возможно, какой процесс как чистки. То есть идет глубокое слияние, обмена энергии, и во время цикла возможно очищение. Но, разумеется, имеется в виду, что если люди занимаются своими здоровьем, и это не единственный способ как-то работать с энергией, то есть если люди заботятся о своем здоровье, то в этих случаях со временем можно от этого очиститься. Когда много связей, вы набираете от каждого бог знает чего, а как такового процесса очищения не существует. Если вы профессиональный маг и умеете чиститься, это еще одно. Но еще не забывайте то, что с человека записываются программы, которые на нем есть. То есть это особенно опасно у женщин, поскольку будущий ребенок у женщины, он зависит от того, какая энергия на полевом уровне прописывается, на ее полевые структуры. То есть от каждого мужчины будет что-то прописываться. То есть вы потом выбираете себе какую-то там красивую женщину, предположим, хорошей кинетикой, когда вам нравится, или, соответственно, мужчину. А в конце концов родится нечто то, что вы собрали. То есть ваш ребенок не будет не отражение того любимого человека, которого, предположим, уже нашли, а отражение всех тех, которые были. Особенно если у кого-то была очень сильная энергетика, животная энергетика особенности, то отпечаток его будет еще очень сильный. Чистить это очень сложно, то есть снимать в Телегоне могут единицы, это достаточно пока дорогостоящий процесс. Даже Левашов говорил, что я один раз это снимаю, и второй раз вам это делать не буду. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас дети были здоровы, если в вашем полевой структуре не жило огромное количество паразитов, и у вас не прописывалась информация на полевом уровне отрицательных, которые есть на других людях, этим не занимайтесь. В прошлых жизнях, если это было, то это кармические на полевые структуры ваши прописываются, и те паразитики существа, которые были в прошлой жизни, а многие они живут в астральном мире, они не умирают с вашей смертью, то есть вы родились к вам, они придут, опять на вас сядут, то есть опять будут что-то внутри вас дисбалансировать, какие-то ваши способности, какие-то умения, будут опять заседать вашу энергию, будут направлять ваши мысли не в то русло, которое вам нужно для развития и для того, чтобы вы жили счастливо. На полевом уровне очень важно, какую вы энергию, и от кого берете, и что потом с этой энергией происходит. Если вы хотя бы умели бы чиститься, ну а чиститься реально умеют единицы, то это как-то можно было еще сгладить. Еще не забывайте то, что появляется такая манера у людей, то есть иметь множество, большое количество такого опыта. То есть вы на кого-то прописываете информацию, на других женщин, на другой мужчина прописывает информацию. Получается так, что каждый представитель рода занимается тем, что в общем-то обезличивает будущих детей. То хорошее, что есть в вашей кинетике, на них вряд ли отразится. Большая часть этого позитивного будет стерта. Самое худшее тогда, когда вы еще вступаете в отношения с людьми больными, с наркоманами, с людьми, которые используют любые виды наркотиков, не только там, сами непосредственно наркотики, тяжелые или легкие, но есть и алкоголь, есть сигареты. Эти люди других национальностей, то есть не представители рода. То есть портится просто генетика ваша. Есть у вас славяно-арийская генетика, самая тонкая вообще, которая существует пока сейчас на Земле, вы еще и портите. Ну что это? Что от этого произойдет? В следующей жизни вы не получите такого хорошего тела. Ну по двум причинам. В первом причине у вас такая карма будет, что вы занимаетесь этим беспорядочно, а вторая, что просто чистых носительниц этой генетики не будет. У женщин тоже такая появляется манера со всеми понемножку, как говорится. То есть на всех женщин будет прописана эта информация. А те хорошие женщины, которые в общем-то разумные, которым этим не занимаются, то есть они на вас внимание не обратят, вы им не нужны такие. Потому что вы грязные, на вас Бог знает, что висит. Соответственно, все люди совершают ошибки. На каком-то этапе человек начинает осознавать, что он что-то делает неправильно, и тем самым разрушает свою жизнь, свое будущее. Есть этап, на котором нужно эти вещи осмыслить и остановиться. То есть если вы осмыслили и остановиться, можно попытаться это очистить. И скорее всего появятся какие-то силы, какие-то технологии, традиции, которые вам с этим помогут. Возможно, это не будет дешево, но это наверняка в вашу жизнь придет, вы сможете это найти. Но если вы не поменяли намерение, не поменяли свое мировоззрение и будете продолжать делать, то либо вам не будут реально помогать, либо вы просто этих линий не найдете. Либо это будет стоить так дорого, что вы не сможете этим воспользоваться. Если вы хотите, чтобы в следующей жизни вы родились здоровым человеком, и вы взяли все хорошее, что есть в роду, что у ваших родителей, у ваших предков, то заканчивайте это прямо сейчас. Если вы этим занимаетесь, а если вы этим не занимаетесь, если вы что-то осмыслили, то начинаете чистку. То есть очиститься можно и с помощью йоги, и с помощью гармоничных отношений, ну а так тотально очиститься можно с помощью тех людей, там, подположим, магов, экстрасенсов, целителей, которые те вещи умеют снимать. То есть работают с телегониками. К сожалению, их единицы в реальности. Если поменяется мировоззрение людей, и люди поменяют свое отношение к этому, то будет еще больше появляться людей, которые реально могут в этом плане вам помочь. Все начинается с вашего мировоззрения. И самая, наверное, отрицательная сторона, что многие люди не понимают, что происходит, и делают из серьезных вещей игрушки. А потом за эти игрушки очень дорого расплачиваются. Благодарю, Григорий. Как оцелительница добавлю, что мало того, что эти существа, которые, допустим, человек с беспорядочными половыми связями подхватил в прошлой жизни от других нездоровых людей, они живут на его теле сейчас в этой жизни, допустим, если бы связи были в прошлой жизни. И они не просто живут, им нужно питаться. Поэтому они поедают ваши тонкополевые системы, вот на плане Сакрала, потому что им нужно питание. Они разводят там детей, заводят там свои колонии, друганов, если так можно выразиться. То есть то, что там творится, если подцепится какой-то, даже один более-менее недружественный вам элемент, может окончиться очень плачевно. В этой жизни еще у вас будет возможность сохранить свою генетику, а следующей жизни, возможно, уже нет, потому что на сакральном месте то существо, которое прицепилось, паразитическое, от беспорядочных половых связей, оно будет медленно поедать это место. И не факт, что оно его не доест ко дню вашей смерти в этой жизни. То есть в следующей жизни, возможно, будут различные трудности, так скажем, с реализацией себя в половой сфере, с реализацией сексуальной энергии. И про проект Телеголия как Григорий сказал, у нас есть подобная услуга, мы ее оказываем, она очень дорогостоящая, потому что приходится перелопачивать не прошлые ваши связи и не связи в этой жизни, а все связи с дня вашего сотворения. И на это уходит, как правило, сейчас скажу, несколько лет, если работать в безопасном для вас режиме. Если, конечно, пригласить вас в закрытое место, где мы занимаемся только этим, то это можно будет сделать быстрее. Можно сделать и быстрее, и не забирая вас в определенное место, в какую-то, допустим, клинику, мы хотим построить клинику альтернативной медицины, чтобы вы не были связаны с социумом, а занимались только этим вместе со мной, то это можно сделать еще быстрее будет, если каждый из нас будет усилие в этом направлении прикладывать все больше и больше для реализации того, что вы задумали. Я хочу еще немножко добавить, что беспорядочная половая жизнь на полевом уровне состоит усиленную ситуацию для венерических заболеваний, как у мужчины, так и у женщины. То есть на полевом уровне демонические существа, которые поселяются на ваших, предположим, половых органах, в районе садкистана чакры, они еще усиливают тенденцию, ослабляют ваш иммунитет, и вероятность заболевания венерическими заболеваниями многократно вырастает. Субтитры создавал DimaTorzok